И доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что, у нас сервер Хаттес на повестке мейн-версии. Сегодня я вам поведаю, как же я решил окунуться в заточку браслета Карли и что из этого получится. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Раз, два, двенадцать лет растет игра. Три, четыре, крафтить броню могут все расы в мире. Пять, шесть новых локаций и рейдов не счастье. Семь, восемь. Знай на зубок все механики боссов. Девять, десять. Для межсерверных битв в Р-110 оденься. Легенда, с которой все началось, не стоит на месте. Попробуй Линейч 2 бесплатно на Фагейме. Итак, друзья, после того, как у нас был ивент с Дино, с Диноостром или лагерем Джамо, да, как привычный, я насобирал кристалл рассвета. Если вы помните, 24 штуки суммарно мне нападало. И я так подумал их продавать, а потом думаю, зачем из всего того эквипа, который у меня есть. Я подумал, что единственное, что осталось, так скажем, вот, недоделанным, это браслет. Как вы помните, этот браслет я делал сам, точил его обычный, покупал обычный, точил до пяти, опал кристаллами рассвета и точил опять до пяти, и сейчас можно его превратить в легендарный, так скажем. Давайте это и сделаем. По-моему, у главного кузнеца все-таки это делается. Улучшить снаряжение, не знаю, надо его снимать, наверное, надо. Улучшить снаряжение, улучшить снаряжение. И да, можно улучшить браслет. 38 кристаллов рассвета, 14 штук я докупил, они еще пока дешевые. Я думаю, что чуть-чуть еще времени пройдет после ивента, и они взлетят в цене. Я еще успел там по 400 с копейками их купить, хотя продавал еще до ивента их по 500, там 50, по 600. Улетали довольно-таки быстро. Итак, делаем улучшение. Кстати, как я понимаю, ЛС с ним остается, это прям замечательно. Я думал, что придется его вытаскивать. И да, действительно, ЛС остался. Это прям здорово, я считаю. И браслет у нас есть, можно пробовать его точить. Шансы там, конечно, убогие, но я думаю, со временем я все равно его заточу. Тем более, если уж я делал большие камни, шанс там, по-моему, такой же, то точнуть браслет, я думаю, что сумею. Плюс, как бы, у меня, конечно, удача не разогнана, ее всего 58, но я думаю, нет-нет, вроде она стрельнуть все равно может. Ладно, давайте сейчас попробую поточить. Я видео ускорю и посмотрим, получится ли за 114 точек вообще дотащить его до какого-то значения. Как вы видите, уже шанс на плюс 1, 50% всего составляет. И вот не получается у нас его даже на плюс 1 сделать. Есть плюс 1, 45 у нас на 2 шанс составляет. У нас он становится вторым. 40 у нас на 3 шанс. Ну, очень долго, конечно, модификация. Можно его в массовую, в массовую нельзя. Поэтому буду точить просто и ускорю для того, чтобы мы с вами подвели потом итоги. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и как-то очень быстро все это получилось. Ушло вообще совсем мало точек. Я думаю, что идет больше. Как бы вам сказать, у меня было 50 точек. Я решил, что надо бы закупиться. Накупил на все остальные средства точек. Там по 30 с копейками. Думал, что этого не хватит. Но в итоге мы уложили за сколько там получается. Меньше чем за 40 точек. За 38 где-то он стал исключительного качества. Плюс 5. Можно, конечно, его и дальше точить. Но, если честно, я уже в это не особо верю. Да не особо мне это нужно. Конечно, бонусы мы с него и так уже лутанули дополнительные. И физмаг защиты, и физмаг атаку. Еще и барьер, как я понимаю, теперь у него есть. И 5 это уже хорошая такая вещь. Поэтому можно талики обратно закидывать. И уже радоваться, так скажем, приобретенному бусту. Теперь остался у меня единственный итем, который не заточен. Это вот этот браслет семени. Но его я пока точить не готов. Точки чуть-чуть подороже. И средств на это пока у меня нет. И вот такой вот получился ролик. Если честно, знал бы я о том, что все так просто и все так легко точится. Возможно, все остальное, такое как брошка и книжка, я бы тоже пробовал точить сам. Но, к сожалению, это уже поздно я узнал. И, честно говоря, после того, как я синтезировал большие камни на 5-й левел, мне вообще уже ничего не страшно в этой игре. И каких-то вот прям серьезных проблем я здесь не вижу. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Вы не забыли поставить пальчик вверх. Не забыли подписаться на канал. Также помните, что у меня есть телеграм-канал, где дополнительно проходят розыгрыши. И также там выходят все анонсы. А в описании есть еще и ссылочка с бонусами. Если захотели пройти мейн-версию, может быть, вам по душе больше эссенс или легаси, то переходите по ссылкам и получаете бонусы, которые облегчат вашу прокачку. А теперь давайте разыграем 5 промокодов на 7 дней по результатам одного из предыдущих роликов. Погнали смотреть, кто победил. И шпингалечу вам ссылку на предыдущий ролик. Загружаем всех, кто у нас там что-либо писал. 39 комментариев. Первый появитель у нас. Бабка в кедах и так далее. Ты топ. Интересно тебя смотреть. Я тоже очень хочу в той иной малюткой 110 ФС на кадмусе без доната и бустая. Интересно, какой минимальный буст нужен, чтобы туда встать. Я, к сожалению, не подскажу. Может быть, в комментариях кто-то подскажет, что конкретно минимум надо. Единственное, о чем я говорил и писал тебе как раз-таки в ответ на этот комментарий, что надо просто окон хотя бы взять с собой, зайти, попробовать и посмотреть, что же тебе не хватает и что надо бустить. Первый код твой. Поздравляю. Второй победитель у нас. Юзер. Как тут кодики залутать, ни разу не лутал. Вот ты и залутал. Поздравляю. Второй код твой. Третий победитель у нас. Нексус. Только проснулся по L2. Изначально играл с третьих хроник, потом играл интерлюд. И последнее, за чем следил это линдвёр. Сегодня решил вспомнить, что да как, а игра вообще другая, но в оболочке L2. По-моему, относительно линдвёра, да, здесь каких-либо вообще отличий толком-то и нет. Единственное, что добавили автобой и спасибо за него большое, потому что если бы не он, все было плохо, а так плюс-минус просто локации чуть добавили, какие-то классы изменили, какие-то классы добавили. Ну, на этом, наверное, и все. Третий код твой. Поздравляю. Четвертый победитель у нас. Юзер. Стоим бы 100 минимум на третий этаж надо, но это на мышке, конечно. Ну, так естественно. И надо как-то его прощупать, потрогать, потому что я думаю, что так вот залететь и встать, это ж надо быстро все делать, так как у нас межсервер заполнен. В общем, пока, я думаю, рановато, в будущем обязательно попробуем. Третий код. Четвертый код твой. Поздравляю. И пятый победитель. Юзер. Открывай ветку. Оракла. Спасибо за совет. Ну, к сожалению, кодик я тебе выдать не могу, потому что надо от четырех слов, поэтому перекручиваем. Чесмирал. Ничего, я из будущего буду тебе камни рун на халяву. Вот это вот спасибо, это здорово. Да, действительно, в 16-мне рун можно лутануть с календаря, и это приятно. Пятый код твой. Поздравляю. Господа победители, не забываем отписывать мне в ВК, в Дискорд или в Телеграм, все ссылки есть под этим видео. Также не забывайте прикреплять скриншот своего YouTube-аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. А если вам вдруг не повезло, то не расстраивайтесь и прямо сейчас пишите комментарии от четырех слов, и, возможно, в следующий раз уже вам повезет, и вы заберете заветный приз. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте.